Медленно. Не тратитесь. На этом оборудовании 63-летняя Амина Сайхолова учится ходить заново. Несколько недель назад она перенесла инсульт, парализовала правую половину тела. Это третий приступ в ее жизни. Первый произошел 7 лет назад. В прошлом году был второй. Я очень тяжело ходила, разговаривала, но они мне восстанавливают, скорыми важно уже выписать. Это ковидно-отерапия, где, собственно говоря, и происходит работа по физической реабилитации пациентов с инсультами. Основной поток пациентов с инсультами поступает в МКДЦ. С ними здесь работают реабилитологи, психологи, логопеды и инструкторы. В среднем в течение 2-3 недель команда специалистов возвращает человека к обычному ритму жизни. Но исход лечения зависит и от самого пациента. Если пациент не будет стараться и работать сам, прежде всего над собой, если он не будет стремиться выздороветь, то ни один специалист ему не сможет помочь. И поэтому одним из девизов международной сети реабилитационных клиник является слава «никогда не сдавайся». Важно не упустить драгоценное время. При первых признаках острого нарушения мозгового кровообращения следует обратиться за помощью к врачам. Паралич мышц лица и анемия не конечностей – так проявляется инсульт. И если помощь оказать в первые 3 часа, тогда риск остаться инвалидом практически сводится к нулю. Мы стремимся к тому, чтобы в 2015 году мы добились уже европейских показателей, а именно 70% больных, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, могли сами себя обслуживать. Это оборудование называется «баланс-тренер». Здесь пациент впервые встает на ноги и учится держать равновесие. Таким образом человек восстанавливает динамическое равновесие и готовится сделать первый шаг. Путь восстановления после инсульта долгий. Сначала лечение в больнице, а потом реабилитация в санаториях. Но инсульт имеет свойство повторяться. Поэтому врачи советуют чаще проходить обследование и быть внимательным к своему здоровью. Эльмер Гляхметова, Игуль Замудинова, Рустам Кадыров, телеканал «Эфир».